Дорогие собрания, дорогие братья и сестры, дорогие хористы, музыканты и все, кто прославляет имя нашего Господа Иисуса Христа, дорогие молитвенники, которые уже эту ночь, возможно, вчера и третьего дня стояли в проломе пред Господом в молитве, молении, чтобы Господь благословил сегодня это богослужение. Дорогие гости, я хочу вместе с вами сказать славу Иисусу Христу, Господь нам помог до этого времени, Господь нам встречу подарил, аллилуйя, в этот воскресный прекрасный день мы можем прославлять нашего Господа Иисуса Христа. Вечная, вечная слава, вечное благодарение, вечное поклонение нашему Богу, заявленную Его милость к бедному человеку на всей земле, братья и сестры. Бог возлюбил этот мир и отдал или послал своего Сына Единородного, дабы этот бедный человек, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Этот псалом, вы знаете, пели как-то, я не знаю, мне наполнило эту благодать, это благословение силы Духа Святого. Я вспомнил, когда мы были подростками там на Украине, когда собирались по домам, вы знаете, когда была у нас определена такая комната, родители определили, что это для служения, там никто не спал, просто это была комната для служения, богослужения. Почти всегда было служение в нашем доме, вы знаете, и когда люди уходили, верующие, после служения мы заходили, иногда это было под замком, так, забегали, вы знаете, будучи детьми. И какое-то благоухание приятное, люди ушли, но эта слава Божия, она как-то еще осталась в воздухе, как-то мы, знаете, заходим, как-то радостно было в той комнате. Знаете, почему, братья и сестры? Потому что Иисус Христос пришел в этот мир и принес в этот мир мир и радость и благословение, вечная слава нашему Господу и Иисусу Христу. Действительно, мы перестали петь, мы сели, возможно, еще кто-то там внутри, этот поет, этот воздает славу Богу в пении, в сердце, а небо оно, братья и сестры, всегда поет славу, а небо оно продолжает петь славу Господу и Иисусу Христу, где Бог и возле Него именно воссел Сын Божий, о десную престола Божья, о десную там у Отца Он воссел. Он победил и Он достойный именно в том петь месте, справа возле Отца, братья и сестры. Сегодня по великой милости нашего Господа Иисуса Христа, не когда чужие, а сегодня мы друзья, сегодня братья и сестры, и мы именно сплочены, они соединены кровью нашего Господа Иисуса Христа. Это по милости Бога, братья и сестры, не гордись сегодня, но бойся, потому что Иисус Христос пошел на Голгофу, чтобы спасти тебя, дорогой брат и сестра, дорогой слушатель, чтобы дорывать тебе жизнь, дорывать тебе жизнь и жизнь с избытком. Я хочу напомнить вначале один стих, который брат прочитал, но он не закончил, там дальше написано, это книга пророка Малах и третья глава, 17 стих, дальше продолжу. И они будут моими, говорит Господь Савуов, собственностью моей в тот день, который я саделаю, и буду миловать их, как милый человек сына своего, служащего ему, братья и сестры. И они будут моими, и я буду миловать их, как милует отец сына, служащего ему, дочь служащую родителями. Отец сегодня, он милует того, кто обращается всецело к нему. Вы слышали, сегодня брат напомнил, но боящийся Господа, говорят друг другу, пишется пред ним памятная книга пред отцом. То есть, боящиеся Господа, они просто говорят друг другу, друзья, что мы сегодня говорим друг другу, о чем мы сегодня беседуем друг с другом. Но боящиеся Господа, они говорят друг другу, что пишется пред ним памятная книга, и они будут моими, собственностью, моею, братья и сестры. Кто мы сегодня являемся? Чей мы сегодня являемся собственностью? Собственность, конечно же, я думаю, что все пришли на это место, и дети понимают, что мы есть собственность нашего Господа, Иисуса Христа, который приобрел нас там на Голгофе, именно потеряя свою жизнь здесь на земле, но приобрел вечное, но приобрел вечность, но приобрел тот подвиг души, на который сегодня он смотрит с довольствием. Аллилуйя! Иисусу Христу, братья и сестры, мы, конечно, очень много связаны с этими местами. Я и брат мой Виктор, как-то раньше мы приезжали, и в Шерет они там были, разные там служения, и беседы разные были, и там, и здесь, и в Демонисе когда-то так же было немножко. Вы знаете, как-то нас жизнь поставила именно в этих местах, что мы друг другу помогали к спасению, друг другу помогали идти к жизни вечной, друг другу как бы дополняя друг друга, чтобы совершая служение пред живым Богом честно и правильно. Поэтому, братья и сестры, будьте благословены Господом, и я хочу сегодня, чтобы на этом месте Господь Духом Святым коснулся каждого сердца и каждой души, чтобы мы ощутили именно прикосновение Божие. Вы знаете, какая разница, как брат или сестра поступают где-то там. Конечно, мы переживали, но как важно в жизни нашей лично иметь связь с нашим Господом и Иисусом Христом. Как важно в жизни нашей иметь личную встречу каждый час, особенно в трудные моменты жизни, когда решается в секунды дело какая-то проблема, трудность, мы смогли сказать, Господь, услышь меня, Господь, я пред тобою, Господь, я сын, я дочь твоя, ответь мне, и Бог отвечает. Это, вы знаете, прекрасно, это приятно, когда Библия говорит, и тогда вы его зовете, и я скажу, вот я, вот я, потому что но боящийся Господа говорят друг другу, что пишется перед Ним памятная книга, братья и сестры. За неимением времени я буду так же кратко постараюсь, пусть Бог благословит, читаю Слово Господне. Это написано всем известное место о том событии, когда все время, после того, как Христос уже вознесся от всей земли. И, кстати, я очень люблю этот момент напоминать себе и всем, когда Господь выбил учеников, и кто был там с ними, они вышли на гору Иллионскую, вы знаете, и он нечто начал еще им говорить. Последние слова именно с ними на земле он говорил, он учил, он наставлял их, и здесь начал перед ними в глазах их просто подниматься от земли. И, братья и сестры, это событие, когда я читаю, просто дрожь проходит, ну, это просто быть в этом событии на той горе, именно в том присутствии, и введя эту всю обстановку, как это все происходило, кто из нас просто пробовал пережить немножко частицу именно того благословения, и когда он начал перед ними просто подниматься, они, конечно же, я думаю, что все из нас люди способны следить за тем, который когда-то с нами был, который когда-то исселял, который когда-то решал все наши даже жизненные, земные проблемы, вопросы, не говоря уже духовные, братья и сестры, и он начинает подниматься. Они начали, я думаю, так глазами просто следить, как он поднимается, он начал потихоньку от них подниматься, 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 и когда он поднялся, его не стало, являются ангелы, говорят, что мужи, что вы стоите и смотрите, все Иисус, вознешившийся от вас на небо, придет таким же образом, дорогая церковь, мы ожидаем возвращения, мы желаем возвращения Господина, мы желаем возвращения, ожидаем Иисуса Христа, который придет за церковью своей, который придет за боящимися Господа, который придет за теми, которые, возможно, незаметны день и ночь стоят в молитве, упрошении, благодарении предвеличием Божьим, чтобы Бог помиловал сегодня народ земли сей, чтобы Бог помиловал сегодня именно из-за последней капли своего дождя, чтобы этот дождь прошел на этот народ, чтобы Дух Святой, Он совершал победу в сердцах наших, братья и сестры, это событие, оно, вы знаете, почему-то меня радует, что Господь, Он вернется из церкови, она в ожидании, из церкви, вы знаете, такое как-то где-то там, мы ходим, мы живем, но где-то внутри у нас есть, именно мы вспоминаем, о Господь, будет все же то время, будет тот момент, когда ты возвратишься за церковью своей, поэтому будьте благословенны, Господа, я благословляю вас именем Иисуса Христа, и хочу, чтобы все вы были на той небесной перекличке, по милости Господней буду я, там по милости Господней будешь ты, дорогой брат и сестра, если сохранишь свою духовную одежду в святости и чистоте. Читаю Слово Господне, это Деяние Апостолов, из 8 главы, 26 стих, ниже такое слово, я думаю, что многие уже знают это место, но благослови вас Господне, хочу просто напомнить, братья и сестры, а Филиппу Ангел Господень сказал, «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел, и вот муж эфиоплянин, Евнух, вельможий Кандак и царица Эфиопства, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу, «Подойди и пристань к всей колеснице». Филипп подошел и услышал, что он читает пророка Исаию, сказал, «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал, «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа, «Зойчи и сесть с ним». А место из Писания, которое он читал, было сие, как овца веден он на заклание, и как агдец пристрягущем его безгласен, так он не отверзал уст своих. В уничижении его суд его совершился, народ его кто разъяснит, ибо землица, о земле жизнь его. Евнух же сказал Филиппу, «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли и о ком другом?» Филипп подвес уста свои и начал от всего Писания, благовествовала ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евнух сказал, «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему, «Если веришь, от всего сердца можно». Он сказал в ответ, «Верую, что Иисус Христос и есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду. Филипп и Евнух и крестил его. Когда же они вышли из воды? Дух Святой сошел на Евнуха. А Филипп восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его, и проложал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте, и проходя благовествовало всем городам, пока пришел к Исарию. Вот такое событие. Это событие обычно читают, когда наши дети, наши молодые братья и сестры, или старшие вступают в завет с Господом, посвящая свою жизнь на служение Иисусу Христу. И в жизни своей, именно с размера, проверяя или раздумая, жизнь впереди, иначе выхода не видят, как только идти за Господом Иисусом Христом. Но я хочу, вы знаете, почему-то косвозь меня это место, что ангел Филиппу говорит, что иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Или она называлась пуста, или она действительно всегда была пуста, эта улица, ну, мы не знаем, но вопрос в том, что этот муж, конечно же, послушался, куда ему идти, братья и сестры. Он пришел, если взять, эта улица была пуста, то он, ну, наверное, думал, как-то что-то Бог хочет этим мне сказать, что это примерно, примерно, эта улица пуста, пусть всегда будет пуста, никого на ней нет. Но он думал, что-то, значит, Бог сделает на этой улице, или что-то мне, об чем-то на этой улице он скажет. И когда он пришел, обвинуясь Ангелу, обвинуясь Богу, он пришел и увидел человека, который продвигается от поклонения и что-то читает, об ком-то читает. Он просто услышал эти слова, я думаю, что его коснулся Бог Филиппа, и он говорит, что ты понимаешь, о чем ты читаешь, разумеешь ли, что читаешь, ты понимаешь, что за книга в твоих руках, ты знаешь, о ком ты читаешь. Он говорит, нет, я не понимаю, потому что, ну, некому мне, просто читай, как историю, возможно, или как, некому мне объяснить, что это, о ком это говорится, о пророку себе или о ком-другом. Конечно же, он видит, что, этот явно видит, что это какой-то умный человек, он говорит, что садись со мной. Призвал его, тот сел, и продолжает читать, и начали объясняться. И Филипп говорит ему, это тот, это тот страдалец, это тот, который пришел в этот мир, это тот, о котором писали пророки, это он самый, это об нем пишется, потому что, как овца, ведь он был на заклание, и как агдет безрыгущим, безгласен, так он не открывал уст своих. В унитяжении суд его совершился, народ его, кто изъясни, да, действительно, ты евнух, ты его рода не можешь изъяснить, ты не знаешь его рода, но я знаю, потому что мне изъяснил Иисус Христос о своем роде, и он начал проповедовать, он начал изъяснять его род, Иисуса Христа, живого Бога, спасения, о Духе Святом. И когда уже увидел, увидел Филипп, что уже сердце этого человека, оно готово к принятию Иисуса Христа, как раз подъехали к воде, и тот муж говорит, ну, можно ли мне совершить это услужение, как мне пойти за вот этим Иисусом Христом, за вот этим, который совершил спасение мое на Голгофе, как мне им наступить первый шаг за ним, можно ли мне креститься, Филипп говорит, есть и веруешь, от всего сердца можно. Я думаю, вы знаете, что без всякой паузы, или запинания, или раздумая, этот муж воскликнул верою, 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 вы знаете, конечно же, они совершили это, как нужно, пред Богом. И когда выходил этот муж с воды, и Дух Святой сошел на него, сила опущила, конечно же, наполнена радость. Вы помните, друзья, когда каждого из нас, кто крещен Духом Святым, первый раз, когда нас осенила, осенила эту благодать, вы знаете, это было, но я не знаю, когда же нельзя найти таких слов, чтобы объяснить, что это происходило в сердце каждому из нас. Сила наполнила, благодать наполнила, и этот муж уже, вы знаете, он просто поехал, радуясь, он просто поехал, зная, что он уже искуплен, он прощен, он намыт кровью нашего Господа Иисуса Христа. Как жалко, братья и сестры, что именно в процессе нашей жизни мы так как-то или охладеваем, или как-то, вы знаете, стоим то ли умнее по плоти, то ли как-то, но самое главное, что мы немножко как-то теряем это присутствие, как-то ту благодать, мы как-то, ну, растерываем, или как назвать, братья и сестры. И я бы хотел, чтобы сегодня в этом Богослужении сила Святого Духа, она пришла обновление. Во имя Иисуса Христа, пусть сегодня Дух Святой совершит победу на этом месте, как когда-то в дни Пятидесятницы, как когда-то именно в то время, когда этот муж Божий, можно уже назвать, Евнух, он получил эту силу, крестил Бог Духом Святым, он уже продолжал этот путь, радуясь. И я хочу, братья и сестры, что мы сегодня и впоследствии нашей жизни продолжали наш путь, радуясь, благодати, что мы есть дети нашего Господа, Иисуса Христа. А мы омыты, мы прощенны, мы благословенны нашим Господом. Вы знаете, нас Господь миловал, нам Господь помогал даже и в трудных ситуациях, Господь с вами, когда вы с Ним. Если будете искать Его, Он будет найден вами, Он будет найден нами. Если будем искать от всего сердца, поклоняться нашему Господу Иисусу Христу. Вот такого поклонения сегодня я хочу. Я думаю, что вы также хотите, братья и сестры, чтобы сегодня в этот воскресный день было поклонение на этом месте Иисусу Христу в Духе и в Истине. Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты бы сама просила, и Он дал бы тебе эту воду живую. Она говорит, Господин, дай мне этой воды, Господин, дай нам этой сегодня воды, чтобы сегодня имели это благословение, чтобы сегодня имели это обновление, чтобы сила Святого Духа она была сегодня в действии во имя Иисуса Христа. А воочию сегодня день благоприятный, братья и сестры, сегодня день спасения, и я хочу, чтобы каждая душа ощутила сегодня прикосновение или присутствие в своем сердце Духа Святого. Именно то обновление, ту силу Святого Духа. Давайте возвратимся именно в каждый свой день, когда излилась эта благодать в нашу жизнь, в наше сердце. И мы ощутили первые прикосновения Иисуса Христа к нашему сердцу. Вы знаете, я хочу, чтобы сегодня это обновление, оно пришло и возвратил нам, Господь, эту силу. Библия говорит, что вы примете силу, когда сойдет на воздух с водой и будете мне свидетелями, мне свидетелями, свидетели нашего Господа. Иисуса Христа, друзья, простите, я имел возможность меньше говорить, но почему-то так сказать, давайте, братья и сестры, я хочу, чтобы вместе мы с вами сейчас так искренно помолились Богу, поблагодарили, что Бог помог нам до этого времени, хранил жизнь нашу ими дети нашего Господа Иисуса Христа, чтобы это обновление и благодать сегодня опучила на этом месте. Давайте помолимся Богу. Аминь.